В Тверской области 25 молодых семей с детьми получили выплаты на погашение ипотеки. С этого года мера поддержки предоставляется семьям, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, а в многодетных — 40 лет. Ранее, напомним, возрастная планка была не более 25 лет. Супруги Игорь и Анастасия Суворовы женаты вот уже 4 года. Не так давно молодая пара приобрела в ипотеку квартиру в одном из крупных строящихся микрорайонов города. Да, в этом году у Суворовых родилась дочка Станислава, и супружеская чета получила возможность оформить выплату на частичное погашение ипотечного кредита. Мы посмотрели, и мы попали под эти условия. Нам повезло. И на самом деле собрали документы достаточно быстро, буквально за один день. Я собрал документы, все сказали, Настя, все, иду в МФЦ. Воспользоваться данной мерой поддержки супруги Суворовы смогли благодаря тому, что по инициативе губернатора Игоря Рудени максимальный возраст супругов, которые могут участвовать в этой программе, был повышен до 35 лет, а многодетных до 40. Единовременная выплата до 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита предоставляется семьям Верхневолжья, где в период действия ипотечного договора родился или был усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители смогут получить на погашение ипотеки до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша до 500. Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики. А основа любой семьи – это жилье. Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели перспективы здесь и оставались в Тверской области, чтобы регион развивался. В этом году под 200 тысяч рублей уже перечислено 24 семьям Верхневолжья, одной семье – 300 тысяч. Наибольшее количество получателей проживает в Твери – это 16 супружеских пар. Также поддержку получили семьи из Кашинского городского округа, Калининского, Беженского и Лихославльского районов. В этом году в региональном бюджете на осуществление данной меры поддержки предусмотрено 10 миллионов рублей. Со списком документов, необходимых для выплаты, можно ознакомиться на сайте Министерства демографической и семейной политики. Подать документы можно через любой филиал МФЦ или посредством почтовой связи в адрес ГКУ «Центр выплат Тверская семья» Твери, набережная реки Лазури, дом 20, кабинет 110. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 800 201 22 62. Так совпало, что с семьей Суворовых мы общались в день четырехлетней годовщины их свадьбы – 7 июля. А 8 июля в России отмечается главный семейный праздник – День семьи, любви и верности. В преддверии этой даты мы попросили наших героев поделиться, что же лежит в основе по-настоящему крепкой семьи. И вот, что мы услышали. Терпение, терпение, поддержка и вера – самые такие основные моменты, что нужно верить в своего мужчину, доверять ему. Ну и баловать его периодически своим вниманием, теплотой, добротой и ласковым словом. Взаимопонимание, любовь – самое главное, чтобы дружили. Дружба была между супругом и супругой, не ссорились и старались уступать друг другу, самое главное. На этом серия репортажей о замечательных тверских семьях не заканчивается. Совсем скоро мы расскажем вам об еще одной. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова